Музыка Юная, еще никому не знакомая, Александра Воробьева поет на сцене родной школы искусств номер 6 города Энгельс. Пройдет не так много времени, и она станет победителем всероссийского проекта «Голос». А ее мама, преподаватель этого музыкального учреждения, будет с гордостью рассказывать журналистам о первых шагах Саши. Она закончилась, значит, училась в нашей школе и в школе номер 3, значит, там по фортепиано, у нас фольклор, ну и также она ко мне ходила на фортепиано. Саше, конечно, петь очень нравилось, поэтому учиться, в общем-то, здесь было негде, и закончив музыкальное училище, вот она сама решила, что будет дальше продолжать учебу, значит, по эстрадному вокалу, и поэтому, значит, как не отпустишь, конечно, отпустишь. Она всегда сама, в общем-то, была целеустремленная, если ей что-то было нужно, то есть она достигала любой цели, поэтому она сама поехала по Москву. Обеды Саши, естественно, в родной школе очень гордятся, но замечают, что на доске почета представлено множество имен. А мало кто знает, что вот уже 26 лет здесь блестает оркестр русских народных инструментов имени Вячеслава Яковлевича Хохлачева, который за долгие годы не раз становился призером конкурсов и фестивалей различного уровня. Директор ДШИ номер 6 Ирина Апарина демонстрирует нам их дипломы и кубки. В 86-м году была открыта наша школа, детская школа искусства номер 6, и в 88-м году уже на базе нашей школы был открыт, вернее, был образован оркестр народных инструментов. Дело в том, что в то время был директор Александр Ильич Карпов, который, вы сейчас видели, он играет в оркестре, и Вячеслав Яковлевич Холачев, преподаватель, он был заместителем директора, и вот они два таких единомышленника организовали оркестр преподавателей, которые на добровольных началах играли на народных инструментах. То есть это изначально пропаганда народной музыки, коллективного музыцирования. Этот оркестр очень быстро завоевал такую популярность в городе, показал свой профессионализм. В 1993 году ему было призвоено звание народной самодеятельной коллектива. По словам директора, этот оркестр – визитная карточка не только школы, но и всего Энгельского района. Причем гастролирует коллектив часто и за его пределами. Выступали в Большом зале консерватории Саратова, ездили в Пензу на конкурс, где успешно выступили и получили диплома вариатов. Ну и, естественно, приходится выступать и здесь по каким-то, может быть, не очень большим сценам для детей, для пенсионеров, пожилых людей. В музее мы очень любим выступать в краеведческом городе Энгельса. В принципе, в наших выступлениях она все-таки больше замыкается на Саратовской области, но выступать мы выступаем достаточно часто. Пианиссимо все, баяну мецо форте. Молодцы! В составе оркестра более 30 человек, большинство из них преподаватели ДШИ номер 6. Всю неделю преподаватель сальфеджио и музыкальной литературы Ирина Ильина усердно занимается с учениками. Но вечер вторника – это время для репетиций в Оркестре народных инструментов. Я играю на фортепиано, преподаю сальфеджио, но я влюбилась в народный оркестр, полюбила очень народную музыку. Когда я первый раз услышала оркестр в 89-м году, когда пришла работать в школу, я сразу решила, что я пойду играть на балалайке. И вот уже больше 20 лет я играю в оркестре и очень довольна. Я очень люблю народную музыку. Я уже с коллективом сроднилась оркестровым, и мы везде в поездках вместе, нас связывает дружба, и наоборот в работе это очень помогает. За долгие годы Ирина Ильина вырастила не одно поколение учеников, причем трое из них разделили ее хобби и теперь тоже играют с ней бок о бок в оркестре. Репертуаре оркестра – произведения различного характера, народная музыка и романсы, классика, популярная музыка современных авторов. Важное место в жизни творческого коллектива занимает деятельность социальной направленности. Музыкантам часто приходится выступать перед престарелыми, инвалидами и ветеранами Великой Отечественной войны. Было выступление в музее для ветеранов. Они просто плакали и говорили, выступайте чаще, мы вас не слышим. Я говорю, да мы играем. И вот просили, особенно пожилые люди, выступайте чаще, чтобы мы слышали музыку, они подпевали нашему пению. Это было очень приятно. Вот ради этого стоит играть, когда людям нравится. Наши дети, ученики очень любят наш оркестр, они с удовольствием слушают. Несмотря на нехватку людей и достойного финансирования, в оркестре оптимистично смотрят будущее и полны творческих планов. Значит, ближайшие творческие планы. Ну, во-первых, у нас запланирован в январе месяце концерт, посвященный закрытию Года культуры. Непосредственно здесь, в Энгельсе, запланирован концерт памяти Вячеслава Яковлевича Хохлачева. Ну, и, соответственно, будет конкурс. Он уже, если я не ошибаюсь, пятый или шестой весенний перезвон. Это носит ранг международного, данное мероприятие. Ну, и вот коллектив однажды уже выступал в 2012 году на этом конкурсе, занял там второе место. Ну, сейчас вот мы хотели бы немножко, так сказать, повысить свой рейтинг, свою квалификацию. Ну, может быть, удастся добиться чуть больших результатов. К этому стремимся. Продолжение следует...